Привет, я Ира, или гид в шляпе, и сегодня у меня для вас киношный выпуск. В 1895 году в Париже на бульваре Капуцинок братья Агюст и Луи Люмьер показали свой первый синематограф. Событие было поразительным. После этого аппараты братьев Люмьер стали появляться буквально в каждой крупной европейской столице, но и не только. Сначала киносеансы стали проходить в Брюсселе и Лондоне, затем в Вене и Берлине, потом добрались до Петербурга и Москвы, ну и далее в Нью-Йорк. А потом уже в отдаленные уголки нашей планеты, ну отдаленные относительно нас, в Японию и Австралию. А первый киносеанс не только в Петербурге, но и вообще в России провели в 1896 году в саду Аквариум. Это не здесь, это Петроград, Каменноостровский, 10-12, где сейчас линфильм. Были показаны, ну по сути это была нарезка из фильма братьев Люмьер продолжительностью 10 минут. И специально мероприятие не собирали, просто этот фильм показали в антракте музыкального спектакля. Ну естественно мероприятие имело успех и синематограф после этого стал очень популярным. Они стали появляться очень-очень стремительно во всех городах. Первыми фильмами естественно были знаменитые вещи братьев Люмьер, как прибытие поезда, разрушение стены, выход рабочих с завода. Ну а после того, как киносеанс провели в Петербурге, затем его повторили в Москве и на Нижегородской ярмарке. И вот там, на ярмарке, его увидел Максим Горький и написал подробный очерк, так сказать, отзыв, за что Максима Горького многие именуют первым отечественным кинокритиком. Вот оттуда цитата. «Вчера я был в царстве теней. Как страшно там быть, если бы вы знали. Там звуков нет и нет цветов. Там все, земля, деревья, люди, вода и воздух окрашены в серый однотонный цвет. На сером небе серые лучи солнца, на серых лицах серые глаза. И листья деревьев и то серы, как пепел. Это не жизнь, а тень жизни. И это не движение, а беззвучная тень движения. «Объяснюсь, дабы меня не заподозрили в символизме или в безумии. Я был у ОМОНа и видел синематограф Люмьера, движущиеся фотографии. Впечатление, производимое ими, настолько необычайно, оригинально и сложно, что едва ли мне удастся передать его со всеми нюансами, но суть его я попытаюсь передать». Ну и так далее. Ну а первым петербургским кинотеатром вообще в истории стал кинотеатр, который открыли на Невском 46. Вот за моей спиной вот это прекрасное здание, где сейчас городская поликлиника, стоматология, буквоет и еще много всего разного. Поначалу, что закономерно зрителям показывали только фильмы иностранного производства, в основном французские. И они были настолько популярны среди нашего населения, что французы в какой-то момент смекнули, что можно снимать фильмы специально для России, с сюжетами, собственно, из российской жизни. Они снимали прибытие послов, официальные приемы, парады, коронацию Николая II в 1896. Ну и, естественно, сюжеты из простой жизни. Например, как живут донские казаки, как в Баку добывают нефть, как в Астрахани рыбаки ловят рыбу и так далее. Вот это здание, Невский 46, было построено в 1902 году по проекту Бенуа. И поначалу здесь находился ресторан, драматические курсы, оптика, кондитерская. И только потом дошло дело до кинотеатра. Такой Дюшен, инженер и механик кинотехники, оставил свои воспоминания об этом кинотеатре и что в нем показывали. Кинематограф, называвшийся «Живая фотография», открылся совсем незаметно. И посещали его преимущественно дети. Показали всего три картины. Первая, обошедшая все экраны мира, это садовник, поливающий газоны и мальчишка, наступивший на кишку. Садовник в недоумении осматривает конец шланга, чтобы узнать причину остановки воды. Мальчишка снимает ногу с кишки и сильная стряя воды бьет лицо садовнику. Всеобщий восторг. Садовник бросается ловить мальчишку и задает ему трепку. Вторая картина. Вид Невского проспекта с конкой и извозчиками. И, наконец, третья, прибытие поезда. Паровоз лезет прямо на публику. Публика пугается. Сеанс окончен. Музыкального сопровождения нет. Продолжительность сеанса не более 30 минут с двумя антрактами. Ну, а первое синематографическое ателье, как оно называлось, ателье по производству фильмов, открыли в Питере в 1907 году. И сделал это Александр Дранков. Он был, вообще-то, журналистом и фоторепортером. И настолько успешным, что фотографировал даже царя и был поставщиком двора его императорского величества. Он, собственно, первым совершил попытку производства художественных фильмов. У его ателье была очень яркая реклама с таким лозунгом. Первое в России синематографическое ателье. Выделка лент для синематографов. События России и окраин. Виды городов и деревень. Дело в том, что Дранков стремился конкурировать со своими зарубежными коллегами. Он снимал, ну, то есть не только фотографировал, а стал именно снимать и в императорском дворце, но при этом показывал не только красивую часть жизни, но и городские трущобы. Однажды ему даже удалось снять в Ясной Поляне, хотя Лев Толстой ему запретил, а позже Дранков еще и заявлял, что тот, Толстой, писал для него сценарий, но достаточно смело. После нескольких неудачных попыток снять художественный фильм случилось, наконец, удачное. И вот первый художественный фильм в нашей отечественной истории – это «Стенька разин» и «Княжна» или «Понизовая вольница». Ну, понятно, что кино было немым, и чтобы зрителям было понятно, что именно происходит на экране, между основными сценами показывали длинные титры, чтобы можно было прочитать. Но, что интересно, в этом первом фильме был даже спецэффект. Там есть момент, когда «Стенька» держит «Княжну» и собирается бросить ее за борт. Затем монтажная склейка, и за борт летит уже не актриса, понятное дело, а муляж. Фильм готовый получился на 7,5 минут. Его показали в 1907 году, и это имело успех. Но позже в Москве появляется другой киноделец, пардон, кинопроизводитель, скорее, Александр Ханжонков, последователь Дранкова, и он стал, в общем-то, ему конкурентом. Дранкову это не понравилось. Но их вот эта конкуренция на протяжении нескольких лет имела положительный эффект, потому что послужила таким мощным толчком отечественному кинематографу. А в 1908 году Владислав Карпинский открывает свое киноателье в Питере. И это по счету было второе ателье по производству фильмов в городе. Его открывают на Каменностровском, как раз-таки на базе сада «Аквариум» бывшего. И называется он «Омниум кино». А через несколько лет буквально там появляется кинофабрика, которая впоследствии стала знаменитой киностудией «Линфильм». Уже к 1916 году в городе насчитывается целых 9 компаний, которые производили фильмы. И еще в два раза больше прокатных ателье. А кинотеатров, внимание, 144. Если сейчас погуглить вопрос, сколько же кинотеатров в нашем городе, то поисковик выдает цифру 95. Но представьте, что в начале 20 века на заре зарождения кинематографа их было в городе 144. Да, город... Конечно, часть кинотеатров была не такая крупная, как сейчас. Не было таких сетей. Но, тем не менее, эта цифра говорила о необычайной популярности этого вида развлечений. И очень много кинотеатров находилось именно на Невском проспекте здесь. Их насчитывалось 30. Ну, среди них были такие знаменитейшие, как Парезиана, Пикадилли, Мулинруш, о некоторых я еще скажу. Поначалу сюжетами для фильмов служили классические по произведениям. Мы брали, ну, собственно, нашу русскую классику. «Мертвые души», «Пиковая дама», «Война и мир», «Братья Карамазовы» и так далее. Затем появляются сюжеты мелодраматические. И они становятся очень популярными. Ну, и среди фильмов также были популярны фильмы с приключенческими сюжетами, с разбойниками и мистические сюжеты. Конечно же, среди актеров первые звезды. Если посмотреть сейчас на фильмы с их участием, они смотрятся, ну, совершенно не хуже. И виден талант этих людей. В первую очередь это Иван Мазжухин и Вера Холодная. Что касается кинотеатров. До 1904 года кинотеатры для них не строили отдельных помещений. Это обычно были арендованные или переоборудованные помещения. Очень простые. Очень часто кинотеатры были сезонными и сооружали что-то типа балагана или сооружения, напоминающего цирк. А также часто переделывали в кинотеатр квартиру. Убирали перегородки. Зрители заходили через подъезд или парадную, кому как нравится. Покупали на входе билетик. И примитивный киноаппарат показывал им кино. Сидели на простых деревянных скамейках. То есть комфорта никакого не было. Но через какое-то время все же развивается. Зрители становятся с запросом. Особенно зажиточные. Это их перестало удовлетворять. Такие кустарные кинотеатры. И к 15-му году, начало 20-го века, стали уже строить кинотеатры оборудованные. Оснащенные по последнему слову технике. С роскошным входом, с фойе. Сооружали ложи, которые продавали билеты, естественно, по повышенной цене. Но после революции все кинотеатры, естественно, оказались национализированными. В этом был плюс. Они получили государственную поддержку. Ну и билеты достаточно немного стоили. Были доступны большинству населения. А вот в советское время очень часто киноиски, церкви, бывшие или храма, строили, перестраивали, точнее, кинотеатр. Ну, как бы в атеистическом государстве, зачем эти церкви? И, в общем-то, почему зданию пропадать? Вот делали часто и кинотеатры в том числе. Но позже стали строить отдельно стоящие здания. Тот самый знаменитый кинотеатр «Ракета», который есть в каждом городе. Вот, собственно, их было великое множество. Построенное по такому стандартному проекту. Там всегда был вестибюль, гардероб, кафе или ресторанчик, игровая комната. Ну и несколько запасных выходов обязательно. Ну и если вернуться к дореволюционным временам, то каждый уважающий себя кинофабрикант, кинопроизводитель или прокатчик считал просто своим долгом открыть свою фирму именно здесь, на Невском проспекте. И поскольку поначалу не было отдельно стоящих помещений под кинотеатр, то они ютились между магазинами, парикмахерскими, аптеками. То есть так, незаметно. Плюс до 2015 года на вывесках писали слово «не кинотеатр», а просто «театр». И зрители очень часто путались. Вот почему, кстати, на многих дореволюционных фотографиях мы смотрим и мы не замечаем такого обилия кинотеатров. А они есть. Вот именно по этой причине. И есть даже цитата из очерка в журнале «Синефано». «Со мной произошел казус, о котором я рассказываю не без стыда. Отворяя дверь магазина на Невском, я был в полной уверенности, что вхожу в зал для бритья. Я бы об этом не решился рассказать, если бы это была только рассеянность провинциала, попавшего на шумную улицу столицы. Нет, это более характерно для петербургского синематографа, чем для меня провинциала в Петербурге, видите ли. Синематографы также часты, как и табачные, скажем, магазины. И главное, они там за редким исключением не выделяются из ряда соседних торговых помещений. Синематографы в Петербурге выглядят магазинами и отличаются от них только надписью на вывесках. В Петербурге в этом отношении сильно уступает Москве, где синематографы часто стоят особняком или в крайнем случае выделяются очень резко. Кроме таких понятных нам профессий в современности, как кассир или билетер в кинотеатре, на рубеже 19-го начала 20-го веков в кинотеатрах была еще одна важная профессия – это топер. Одно время, кстати, топером работал Шостакович, когда он учился в консерватории и вынужден был подрабатывать. Есть прекрасное здание, знаменитое «Невский 15». В начале Невского – это дом Чечерина. Там, кстати, находился кинотеатр «Баррикада», который работал в блокаду. А до этого там был кинотеатр «Светлая лента». Так вот, в этой «Светлой ленте» и подрабатывал топером Шостакович. Его оттуда в какой-то момент уволили, сказав, что своей игрой он отвлекает зрителей от просмотра кино. Каков негодяй! Ну вот. Ну и еще одна важнейшая профессия для кинотеатра начала 20-го века – это киномеханик. От того, с какой скоростью механик крутил пленку, зависело качество фильма, который показывали на экране. Плюс механик всегда отвечал за пожарную безопасность в кинотеатре. Это тоже было очень важно. Ну и, несмотря на вот такую важность и популярность всех этих профессий, они были достаточно низкооплачиваемыми, как ни странно. Ну а здесь, на Невском 51, вот в этом вот грязноватого цвета, розовато-грязноватого цвета здания, находился знаменитый кинотеатр «Мулин Руш». Его открыли в 1908 году два предпринимателя, и вот он был оснащен по последнему слову техники. Там было прекрасное, шикарное фойе, роскошное, и буфет, и гардероб. При этом инновацией владельцев была двойная смена для персонала. Никто до них так не делал. И об этом даже писала пресса. Это было удивительно. В чем это заключалось? Что сотрудники работают по полдня, но каждый из них получает полное жалование. Ввиду, в принципе, небольшой зарплаты для сотрудников киноиндустрии и кинотеатров, это было прям поразительно. Ну а позже владельцы менялись. Здесь открыли также на базе этого кинотеатра еще и прокатное ателье, а потом филиал Мулин-Рош открылся в царском Селес. Точно таким же названием. Постепенно кинотеатры улучшались, становились дороже, и стали строить отдельно стоящие здания, но я имею в виду еще до революции, специально под кинотеатр. Такие кинотеатры по стандарту стали появляться не только в Питере, но и в Москве, в Киеве, в Одессе, в Харькове, в других городах империи. Обязательно должен был быть красивый вход. Вот, как в представленном примере. Фойе с художественной отделкой. Фойе зачастую украшали экзотическими растениями. Естественно, такой кинотеатр был оснащен современной техникой, современная вентиляция, несколько выходов делали для безопасности зрителей. Ну и, конечно же, просторный зал с большим экраном и буфет. И вот здесь, на Невском 60, в 1913 году, открыли кинотеатр Пикадилли. Это было важным городским событием, потому что впервые в Петербурге построили отдельно стоящее здание под кинотеатр, да еще и роскошное. Его зрители, современники, называли древнегреческим храмом, ну, по понятным причинам. Колонны, статуи в нишах и так далее. И внутри, естественно, отделка была соответствующей. Зал по тем временам был огромный, на 800 мест. И спроектирован таким образом, что из любой точки зала отлично было видно экран. Ну, плюс современнейшая система вентиляции, кинооборудование новейшее, и фиолетовый рамповый свет. В общем, все было сделано для комфорта и удовольствия от просмотра фильмов. Кстати, зрителем этого кинотеатра одно время являлся Набоков. И он даже оставил свои воспоминания о Пикадилли в своем романе «Другие берега». Этот кинотеатр также работал в блокаду, но прерывался только лишь на те периоды, когда были перебои с электричеством. Когда был киносеанс и начиналась бомбежка, все зрители спускались здесь в бомбоубежище, пережидали, потом киносеанс возобновлялся. Но и отрадно, что именно это здание до сих пор используется по его прямому назначению, как видите, теперь здесь кинотеатр «Аврора». Ну что ж, а на сегодня у меня все про кино от гида в шляпе. Будет еще много интересных историй. Если вы хотите погулять по городу, экскурсию, пишите, контакты есть в описании к этому видео. Всем спасибо, всем пока!